Приветствую! Продолжаем проходить Дарксос 2 в режиме NG Plus 7 и сегодня продолжим коробкаться вверх по этому земляному пику. Целью, наверное, я поставлю все-таки прохождение полное этой локации и победу над местным боссом, над мифой. Локация выглядит не слишком простой, но вроде как и не сказать, что очень сложной. Единственное, что тут придется довольно много врагов убить, прежде чем как бы официально завершить вот с левой стороной этой локации. В общем, посмотрим. Я думаю, сильно долго сидеть тут не будем. Тут, конечно, посложнее будет, чем в прошлом эпизоде, но я думаю, справимся. Так. Фэшн я решил пока не менять. Мне, в принципе, он понравился. Сюда нам идти больше не надо, остается только путь наверх. Стоп, я тут, кажется, одного убил. Надо отдохнуть. Да. Или нет, здесь никого не было. Хм. Очень странно. Слушайте, по-моему, здесь на лестнице стоял один живой доспех. Вот прям где сейчас вот этот фантом появился. Хм. Реально, я практически на 100% в этом уверен. Возможно, он добавился из нью-гейма, и он одноразовый, как мы уже встречали. Оказывается, вот таких, ну не то чтобы много, но встречаются такие враги, которые добавляются только в нью-гейме и исчезают после того, как ты их убьешь один раз. И интересно. Видимо, да. В таком случае, сейчас тогда я пройду вперед, и один на меня спрыгнет. Угу. Так. Ха-ха. Отлично. Хм. Естественно, очень странно. Ну, видимо, так и есть. Так, ворота нам не открыть. активирую ловушку. Хотя, на самом деле, ее надо было приберечь. Ага. Один из них меня заметил. А, он решил слезть сразу. И кажется, лучник у меня стреляет снизу. Стамина. Отступим. Отлично. В принципе, мне повезло, что он меня заметил и спрыгнул. На самом деле, конечно, легко очень сагрить метательным ножом и разобраться с ними по одному. Но я попробую без этого. Если что, сразу вниз спущусь. Так, там лучник вдалеке. Ага. Один меня сразу заметил. Так. Пока все неплохо. Отлично. Так, здесь я, пожалуй, воспользуюсь пиромантией. Яд на меня не попал. Это хорошо. Так, запись идет. Идет. Отлично. Хм. Вот сложное место будет. Там, где лифт вверх-вниз опускается. Там сразу два будет. И там надо думать, убегать вперед или назад. С двумя-то я точно сразу не справлюсь. Так, один здесь еще остается. Аааа... Фига. А кто меня пристрелил? Вон, что ли? Видимо, да. Такое ощущение, чтобы было вот с этой стороны прилетело как будто из-за балкона. Ага, если сюда ударить Ха, тут даже анимацию какую-то проиграл Да, один из них меня слышит и спускается вниз, отлично Это поможет разобраться с этой ситуацией Опять придется полечиться, мне не страшно Ничего, сейчас заново привыкну к ним, будет все нормально Так, здесь мы просто за него забегаем И делаем бэкстап, да Это куда эффективнее Щит забавно отлетел Здесь мы стучим по земле Ага, и он агрится, замечательно Ждем пока спустится Ну-ка Нет Не получилось Ага, вот здесь есть шанс Хм Шанс не потребовался, он сам туда упал Да, слушайте, вот это удобное место Если что, буду его использовать Наверное, уже важнее будет вот это кольцо все-таки Да Ждем второго Я не понял, там третий что ли нас заметил А так у него пару раз, пока он спускается Отлично Ха Все-таки он к нам сейчас придет, да? Ну-ка Может, планшеталку смогу сделать Идет, идет Так как-то долго Хм Видимо, он забыл про меня Планш не вышел Ладно Вновь используем это место Надо отойти, иначе он так и будет Отлично Да, долгий способ, конечно Но крайне надежный Теперь остается не попасть Под стрелу этого гучника Да, у меня заметят только, как я Прямо перед ним прошел Ясно Ну-ка Получится у меня? Не получится Он уже меня заметил Надо было сразу ударять Отлично, отлично Фуф Ну да, в общем игра здесь позволяет с ними по одному разобраться Так что Этот участок оказался проще Чем я Напасался Это хорошо А в ту сторону В последнюю очередь Пойдем Управляемся сюда Он там Кажется один был Так, это щитовик Так, это щитовик Черт Обманул меня Я думал он сделал один выпад Он начал серию делать Я зачем-то Атаку с прыжка решил применить Прям в голову попал Так, вторая попытка с этим щитовиком Как я так Я аж прям спамил его Хм, ладно Ладно Так Так, а вот выпендриваться не надо на них Надо От них отказиться один раз Выждать Четвертую атаку И только после нее перекатываться к ним за спину Я постоянно второй перекат делаю слишком рано ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это кажется уже третья попытка На этом товарища В этот раз я решил только одну атаку делать Так, это легко наказать А вот это серия, да? Ага Как серия заканчивается Визуально Я все еще не запомнил Так, ладно Теперь Новых врагов тут не вижу Как тут поступить? Надо как-то момент просто подгадать Плохо подгадал Еще жив? Еще жив? Раз Два Фуф 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 Опять же Жаль, в этой игре нельзя посмотреть Текущее количество жизней Фуф Так, ладно Мы живы Это самое главное Вот как раз то место с лифтом Вот эти два черта Туда как раз и спрыгивают Ну-ка, может мы сможем сагрить их отсюда как-то? Ну, вроде они не реагируют В отличие от одного того Который в засаде на жердочке сидит Он на звук реагирует Хм Возможность мы наденем сет бабочки Хотя довольно высоко эта штука выглядит Но попробовать стоит Попробовать стоит В прошлый раз все-таки Получилось перепрыгнуть через то Через тот обрыв Да, слишком высока она Вот опять же Была хорошая механика в Demon's Souls Позволяла залезать как раз на такие штуки Она не идеальна была Но ее спокойно может было Небольшими изменениями улучшить И перенести в следующую часть И все последующие силы сборные Ну а нет Мы лучше плюнем на нее И не будем запариваться У меня всегда вот это вот И раздражает и печалит В играх Так, какие мы штаны там носили Вот эти широкие Можем, конечно, просто сюда кинуть что-нибудь И их сагрить Но я стараюсь проходить без этого Если штука совсем никак Так Так, здесь у нас еще одна мадам Горячая Проблема в том, что у нас сундук охраняет Которую легко сломать Так По крайней мере от вас избавимся От одной Отошла И подходить не спешит Так, здесь еще один черт, кстати Но с ним легко разобраться будет Уж тут столб есть Она выходить не хочет Ладно, наверное, все-таки я спрыгну вниз Он же тут 1-1 Не успел И теперь можно серию будет его добить Жаль, промазал Ха! Он парировать умеет? Не знал Но это выглядело как парирование Понятно, чем они еще опасны Только как здесь это работает парирование У мобов Че я, честно говоря, не знаю Хм Потому что в первую часть есть Рыцари Балдера И они в стойку встают А вот здесь Хм Возможно такая же механика Честно говоря, не знаю Так, отлично Хм Возможно стоит Спрыгнуть и подняться наверх Быстренько Шшт Ааа! По крайней мере, сработала Не идеально, но сработала Так, один улетел, отлично О, мы их так и перережем Ха-ха-ха Отлично, отлично С другой стороны заходить Было бы куда сложнее Но мне повезло, что они меня Вторым залпом ножей не прибили Даже не знаю, в чем причина была Их промаха Отлично, отлично В таком случае мы тогда сразу разберемся Хотя нет, здесь еще один, кажется, был, как минимум Он вдали Но на меня не реагирует Ладно Тогда сначала с лифтом разберемся Здесь щит мира, кажется Вот, кстати, мне нравится вообще Ну, чистое Эстетически больше Круглые щиты почему-то Не знаю почему, чем это вызвано Но, к сожалению Во всех дарксоусах В основном Почти все круглые щиты Не обладают Физической защитой на 100% Вообще надо будет Следующее прохождение Которое у меня будет Это, скорее всего, будет какой-нибудь мод На первую часть Пройти с щитом Как раз круглым Почему нет Они мне хоть и нравятся Но я никогда с ними не ходил Вот и Как раз, наверное, стоит попробовать Так, еще надо внизу забрать лут Можно, кстати, будет попробовать А, не сюда Можно будет попробовать Пройти с перегрузом Это, кажется, в первой части Нет, я уже забыл Ну, короче, с фэтроллом На скольких процентах он там включается На 75 70 С фэтроллом С щитом В каких-нибудь тяжелых доспехах Наверное, будет занятно Нет, наверное, сначала Все-таки вот это место добьем Да Вообще, насколько я помню Враги не могут зайти За пределы вот этого Деревянного забора Можно протестировать это Сначала тогда от этого избавимся Опять его перекрутило Они атаковать могут, наверное Когда рядом с забором находятся Но пройти сюда не могут Так, еще парочку ударов Черт, я запаниковал Чуть не сдох, блин На таком простом моменте Неплохо-неплохо он меня, конечно Подловил Тут реально у меня уже были Одни паник роллы Просто тупо повезло Что не попал Было забавно, надо сказать И, кстати, вот эта стена Она мне всегда Всегда раздражала Своей очевидной Так сказать, иллюзорностью Но нет Никакого секрета тут нет Тут, кстати Не знаю, могут модеры Делать иллюзорные стены или нет Было бы прикольно Но она сюда прям просится Иллюзорная, либо разрушаемая Либо скрытая Какая хотите Да, ну забавная сейчас, конечно Была битва Так, Геллиган Кстати, я не хожу сейчас С эти бабочки Даже частично Потому что особого смысла В этой локации в нем нету В общем-то, да Отравлять тут некого Что я там говорил Не помню уже В общем, с Геллиганом сейчас поговорим И Продолжим На самом деле Я могу сюда упасть Выжить И упасть туда Где находится Вот этот Вот эта Марионетка Да, там даже Видно, что сообщения Игроки оставляли Но смысла особого В этом нету Так, с Геллиганом Поговорил Остается всего Ничего Пока идет Все гораздо лучше Чем я Думал Возможно даже В этом трай И сможем пройти Так Пойт здесь Ха Слышите этот звук? Я не помню его ранее Как будто что-то волшебное Где-то рядом находится Очень интересно Это вообще из игры? Или это моя Теплота Не, у теплоты Другой звук Ха Реально Не помню Тут такого Даже не знаю Что это может быть Так Никого здесь вроде Больше нету И такое ощущение Что он где-то Вот за этой стеной Как раз Так, опять Немножко Это криво Выглядело Любят они пить Прямо в лицо А, это у них Копье так светится О, такой звук Задает Интересно Реально раньше Никогда Не замечал Такой низкий Низкий тон Магический какой-то Как с ней быть? Как с ней быть Я не знаю Но надо с ней Разбираться В любом случае Так До конца Они не долетают О, она сюда пошла Отлично Слушайте Этого я и хотел Фейл 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 Да что такое Опять на последнем Враге вздох Реально Она последняя была Во всем этом участке Ну, по крайней мере Место С поднимающимся лифтом Можно игнорировать Видно с души Не страшно Да, они действительно Не могут сюда пройти Но Все-таки Достать атаками Могут меня Могут меня Могут меня Могут меня Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 someath сомат Добро пожаловать в Казахстан! так живо-живо отлично еще раз неплохо выглядело на самом деле бы я не против если бы в игре тоже было больше таких мест где можно ломать платформы прикольно же на самом деле вообще да я почему-то думал он будет стоять у сундука постоянно но нет мы даже тут подрались так активненько перекатываясь было даже несколько страшно так вот здесь надо вдоль стены это делать сделал отлично далее далее на раз поэтому надо поговорить так поэтому поговорил ничего интересного не сказал сказал только про сокровище в общем то и все я не помню будет ли там один враг или нет так но не на этом этаже на нижнем возможно будет тоже ничего интересного возможно только стал каком сокровище возьмем тут по-моему магия какая-то или чудеса магия с этого он свое мнение отдаст потому что его не призывал да и ладно а нет никого тут нету мне почему-то казалось все таки будет один враг я бы наверно сюда за колонну спрятал марионетку одну что здесь я совершенно не помню а вот почему я думаю что там чудо что не рядом находится теперь значит да куда лучше легче на самом деле телепортироваться все дамы получается всю левую сторону уже прошли неплохо неплохо больше нам тут делать нечего теперь после подъема на лестнице нам остается только правая часть карты кажется да да но я постараюсь выжить выжить не получилось ну да и ладно души души мне все равно не нужны а теперь отправляемся до на оставшуюся часть уровня а 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 у парня можно не агрить получается и лучник с места не двинется так здесь мы наконец-то сможем отомстить это пиромантки которыми мурс 5 наверно точно убил в прошлом эпизоде да никто за мной не следует все пай отлично кстати я не знаю на одноразовую или нет в общем то и не важно все равно внизу нам больше делать нечего так а вот здесь у нас будет здесь я тоже всегда путаю расположение врагов оригинала и от этой версии в оригинале кажется прямо рядом с этими лазами стояли пиромантки они всегда сами себе отравляли что было несколько глупо понятно почему от этого избавились здесь она одна здесь есть тень тень наверно легче выманить потому что он под обстрелом находиться не хочется у тени скорее всего и монки аду нет смотрите-ка нет ему на удивительно то есть их можно было отравить так умирать не надо а идти она сюда не хочет и сюда тоже да что такое но жизни заметно больше кажется чем у тех что были на боссе отлично отлично доставила проблем конечно где-то 4 стуса на нее потратил так вот здесь надо забегать к ней выжидаем выжидаем не то не то опять не то понятно понятно после этой магии можно сразу к ней подходить сушить она при качестве делала что ли или мне показалось если не забуду то что нам он тоже попытаюсь этот момент в замедленном виде показать что у вас будет непросто оно Интересно, у них поведение, никогда не понимаю, что они сделают, поэтому всегда большой риск не подходить. Она реально чего угодно может сделать, причем два раза подряд, из моего опыта. Так, здесь идем наверх, здесь я не помню, будут красные фантомы или нет, с какими-то полумесяцами. Хм, нету. Это тоже было только в оригинале? Ладно, костра мы достигли. Костер достигли, в смысле. В общем-то, продвигаемся куда бодрее, чем я надеялся. Уврать не буду. Это даже воодушевляется. Тогда сейчас разделаемся вот с этой комнаты. Так. Минус два. Синхронная атака. Так, еще два остается. Вот эту вазу, наверное, ломать не стоит, дабы в нее попал мимик. Минус. Хм, друг друга, видимо, отравить они не могут. Так, ну начну я с моих лальшлонов. Так, он уже отравлен, замечательно. Так, буду по одной атаке наносить. Эх, преждевременно он ее сломал. Труп. Ну да, здесь условия, конечно, не было приятные для мимика. Эта штука, насколько я знаю, просто здесь яд включает. Особого смысла в ней нет. Теперь что? В общем-то, вот это место остается и все. Насколько помню, у этих парней агры тоже довольно короткие. А, их даже по одному можно выманить. Вот этого я не помню. Отлично. Ну, жизни, конечно, у них были неплохо так. Да что за нафиг. Спас его от бэкстаба сам. Минус. Так, последний ураг остается. Атаки у них крайне предсказуемы. Наказывать бэкстабом очень просто. Да, у них явно что-то плохо прописано в скриптах по поводу того, как допить эстус. В общем-то, все. А, нет, тут еще один есть. Ха, а вот это, кстати, проблема. Не получится быстрых боссу бегать, да? Так, удар щитом тоже легко он оказывается. Опять его спас. А, черт. Еще страшного. Костер мы открыли последний. Единственное, теперь придется еще с тенью разбираться. Ну да ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все. Да, вот единственное, то, что его добавили сюда, прям перед входом, это проблемы. То есть это у меня такой жирный намек, что лучше бы у меня босса пройти с первой попытки. Хм. И подозреваю, практически, наверное, любая ее атака будет меня ланшотить. Даже с полными жизнями. А, вот эти штуки нам не нужны. Можно снять вне иммун к яду. Что еще? Это не понадобится. Ммм. Вот это, наверное, стоит надеть. Вместо этого наденем. Да я даже не знаю. Максимум ло, да? А почему бы его нет? А, это кольцо не светится. Я его с каким-то другим перепутал. Он с кольцом-гигантом, да. Вот это светится. Оно мне не нравится из-за этого. А вот это получается норм. А, так это как бы кольцо Хавила. Только... Менее... Фиктивное. Хмм... Ладно. Будем играть крайне осторожно. Блин, зря я это сейчас потратил. Тем более, он меня полностью не отхилил. Надо было так сделать. Но да ладно. Буду играть крайне осторожно. Наказывать ее только одной своей атакой. В жизни я не думаю, что у нее много будет. Вся проблема в том, чтобы тупо не лопаться. Больше, да, я даже не знаю. К чему еще быть готовыми. Ну, естественно, тусим в центре арены. В общем-то, вперед. Погнали. Есть шанс пройти все это с первого раза. Так, как его в волшебной атаке наказывать, я не знаю. И лучше, наверное, этого не делать. Так, это можно. Так, это большой бум. И это можно наказать. Причем, наверное, двумя даже атаками. Выпад. Наказываем. Да, да, да. Жизни у нее довольно мало. Как-то я зафейлил перекат здесь. Да, ваншот. Да, ваншот. Но я, видимо... Еще в кадрах анимация был, поэтому это, наверное, даже контр-атака была. Ладно. Ладно. Это можно снять. Сейчас тогда протестируем, смогу ли я сразу к ней забежать или нет. Надеюсь, смогу. Да, слушайте, можно. Замечательно. 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 Давно я не слышал ее саундтрек. Так. Довольно интересного, надо сказать. Так. Наказываем. Замечательно. Слишком далеко был. Она еще хвостом может огреть. Да, да, да. Ха. Интересная атака. У нее, кстати, захват, наверное, один из самых крутых в этой части. Хотя нет, самый крутой захват все-таки у предыдущего босса был. Ну, чисто геймплей, да. Визуально, наверное, все-таки у нее самое интересное. Вообще, она бы, наверное, уместно смотрелась на дне Блайт Тауна. Хотя, вряд ли. Стамина, стамина. Слушайте, у него вот эти весюльки на груди. Они с физоном, что ли? Ух ты! Жив! Жив! Ну, в принципе, я рад, что решил попробовать сменить кольцо на РТС и РТТАП. Но не вышло. Наверное, все-таки можно наказывать ее магические атаки. Все зависит от того, где ты будешь от расстояния, короче. О! Даже так можно. О! Даже так можно. надеюсь, кольцо. Надеюсь, по голове попасть. Что-то за хэдшот будет считаться. Рано перекатываюсь. Понял, в чем проблема. С этим выпадом надо быть осторожнее. И да, почему-то я думал, что у нее трезубец в руках, но нет. Это какое-то восточное копье. Да, есть у нее, конечно, довольно хитрые и быстрые атаки. Но в целом все не так уж и страшно. Постоянно я на нее попадаюсь. Делает она ее гораздо позже, чем мне кажется. Да, все-таки иногда не получается зайти к боссу. Ага, и к ней вплотную подходить нельзя, когда она собирается прыгнуть. Ну, в общем-то, логично. Это, конечно, замедлит битву. В принципе, наверное, не сильно. У меня тут что-то затупилось страшно как-то. Вот реально. Очень странно, что ее голова не используется в качестве оружия. Талисмана там. Ну, не талисмана, а как бы... Как же я это все одним словом называть? Катализаторы. Да, в принципе, в ее движениях считается как бы тем, что они вдохновлялись атаками кобры. Вот и захват, кстати. Гадюки или кто там? Да все, наверное, змеи быстро атакуют. Как так можно было не перекоситься? Очень глупо. Так, первая попытка на RTS R-сетапе. Все равно на меня ланшоты любыми атаками, когда у меня жизни неполные из-за опустошения. Так что, я думаю, нет смысла не пользоваться увеличенным уроном. Как раз, наверное, примерно бонус этого кольца нивелирует все те моменты, когда она лечится. Хм... Чаще стала граб делать. Промазал. Все равно мне не хватает почему-то реакции на некоторые ее атаки. Это, кстати, очень красивый потолок в этой арене. Выманиваем ее в центр арены каким-нибудь образом. Один удар... Она точно отхиливалась сейчас. Черт. Вечно я как-то криво перекатываюсь, когда она чарж делает. Хм... Слишком близко к ней было. Хм... Интересно. Как от этой атаки уходить? Нет, так не слишком близко. Никак, что ли? То есть надо расстояние всегда держать. Лучше трои. Хм... Не, реально. Не стоит к ней близко находиться. Я не знаю как от этого уходить, если ты рядом с ней. Двумя перекатами может. Давай магию. Делай магию. Не та магия. Первый раз попался на эту ударную волну. Стамены нет. Блин. Думал не достанет. Хм... Ловит. Она меня постоянно ловит. Хм... Ловит. Она меня постоянно ловит. Хм... Вот это атака, блин, а! Хм... Вот чувствуя сдохно опять от ее выпады этого странного. Отлично! Магия. Хм... Нет. Обычный выпад. Музыка, конечно, хорошая, у неё мне нравится И, как я и предсказывал, я помер от этого странного опыта Но это был лучший тай Сосу повторить и довести до конца Хм Стартует она в этот раз с милии атаки А я стартую со смерти Музыка, как я истинно Опять эта атака? Черт возьми Не успела я сообразить, что она делает Чарж у него визуально немного по-другому этот выглядит От обычного, но не соображая Реально, я в основном только на нём и помираю Повезло, повезло Не повезло Вертушка, довольно далеко, я от неё стоял Странно, что она её сделала Вообще не понимаю эту атаку Опять? Слишком далеко был? Хм... Третья 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 Так, открытие через магия. Наказываем. Вертушка. На соплях было, на соплях. Слишком далеко я был, когда решил наказывать вертушку. Стамина есть? Ударяем. Стамины нет. Один раз только. Так. Взрыв. Подбегаем. Один раз ударяем. И еще один раз. Далеко находился. Отлично. Обычный выпад. Опять. Неплохо так урон вливаем сейчас. А, далеко был. Серия из двух ударов. Взрыв. Это два халявных удара. Почему-то я не сделал второй, ладно. Не страшно. Три удара. Обычный выпад. Так, дошли до ее имени. Не буду наказывать. Слишком как-то неуверенность я чувствовал. Ага. Магия. Пу-пу-пу-пу-пу-изло. Пу-пу-пу-пу-изло. Один раз только. Так. Сейчас, наверное, магия будет. Это обычный выпад. Хвост. Двойной хвост. Опять повезло. Последний удар по ней. Отлично, мы выиграли. Да, я так и не понял, как уклоняться от ее этого второго выпада сторонного. Так что... Не раскусил я ее эту атаку. С ними разбираться нет никакого смысла. Босс, конечно, не самый сложный. Но и не особо простая. Но как бы не было такого ощущения безнадежных попыток, как это было. С ловким этим стражником на корабле. То есть приятно было, приятно. Чувствовал, что могу справиться. И, в общем-то, да, справился. Хотя сдох, наверное, раз 20-30. Но прошел я в целом всю эту локацию, включая босса, гораздо быстрее, чем я опасался. Так что прогресс хороший. Мне нравится. Не знаю, сколько это материала. Часа полтора, наверное. Думаю, вполне хватит. Единственное, что я, наверное, сейчас попробую дойти до Магелорда. И взять у него кольцо на фарм. Плюс один. Думаю, оно того стоит. Так, их не ваншотаем, да? Ясно. Сейчас, наверное, еще Метя будет вторгаться. Такие Дениски. И Роэна. Ну, что-то погр... Да. Отступаем тогда. Где она? Будем ее кайтить вокруг вот этих... А, как они называются? Лестницы. Она тут дико тупит. Тем не менее, атаковать она все равно может. И да, тут надо решиться в этой локации менять. В целом, визуально она самая тяжелая для меня, это локация. Тут слишком много красного. Эйдзелив. Айрон кип вот этот. Ну, вот, кстати... Стоунфак Тоннеллс из Димонсоус мне нравится больше в этом плане. Как-то они там глазу приятнее. Хотя там тоже довольно много красного. Так, души потерял. Да, в общем, да. Они все реально не нужны. Но на самом деле, надо было их потратить хотя бы на... Магический алмаз у Геллигана. Да. В следующий раз я им закуплюсь по максимуму. Потому что... В таком случае нет смысла его не использовать. Раз он у нас бесконечно. Тогда надо... Кольца еще пересобрать. Подрался. Не подвоил я перекат. В общем, наверное, стоит на ней применить фигурку. Я думаю, мне это позволит пережить некоторые контратаки. В общем, я думаю, что я буду делать. так очередная попытка хорош старт в принципе так ну да филуруку не зря сделал сейчас я выживу только из-за этого наверно еще раз надо выпить до опять минус 2 стуса отлично наверно можем будет попробовать бэкстап сделать пять минусов с целью промах пьем ну иди 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 сюда неплохой чист в принципе так лечение есть еще хорошо вышло не понял попала или нет да попала чувствую гораздо медленнее хожу вот еще на углах кстати я хорошо ловить получается пара ударов остается и последний отлично да за чизил и используя пространство но тем не менее победил кстати сколько у меня их еще один нужен хм там красный фантом что ли есть один интересно и видимо тоже можно чин бэкстабы делать капитан ясно будем здесь драться если он соизволит выйти конечно да наказывать их крайне просто прям безумно просто минус так теперь вроде пусть к могилорду открыт да возможно тут кто-то еще нападет отлично правда баф пропал восполняем стамину на максимум да и тремя атаками добиваем отлично а как раз душ накопили стоп а как он как у него кольцо получить надо что ли у него просто закупиться на какую-то сумму вот этого я уже не помню или ему надо другое яйцо принести да вот он мне колечко и отдал замечательно и того я в принципе могу теперь фармить более-менее комфортно с кольцом плюс один и с щитом ну и с лохмотьями и с шапкой с пинце и да кстати у него продаются бесконечные обмазки на огонь тоже ими затарюсь а пока все видимо этот уровень мы точно пока проходить не будем и вот я думаю включать в этот эпизод что-нибудь еще или нет что мы можем можем пройти быстренько без особых проблем в общем если что-нибудь надумаю то то продолжим если нет то будем заканчивать а знаете что почему бы не попробовать на крыс пару раз ходить хотя бы просто зацените какой мы будем выжимать урон да алиобарды с трех ударов только убивать будем и музыка тут чересчур громкая но в принципе наверно терпимо не смысле не музыка а слушать ее удар держим да я думаю пройдем без проблем а вот если контратака то это уже очень больно если сдохну то музыку сделаю потише да можно можно пробовать их больше не стало просто не толстые стали люблю вот такие битвы с боссами когда их много здесь надо анализировать свое местоположение относительно врагов нравится мне этот аспект а ну тут непонятно я одновременно убил и одновременно урон нанес так осталось его найти так вот он убегаем отсюда убегаем отлично отлично лечимся надо какой то другой предмет поставить более быстрый босс так половина жизни уже промах отступим чуть чуть там было слишком тесно убегаем лечимся все равно меня наказали немного боссы я пытаюсь убегаем вот он вот он на пофиг лечусь зря ну да проходим проходим надо просто экономить эстус до босса либо поставить что-то более скоростное в лечении и музыку еще тише надо сделать прямо на орёт а в принципе на самом деле можно же пользоваться теплотой она их не сильно вылечит по крайней мере до того как босс вылезет да я попробую и 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 Мне стало интересно, будут ли они отвлекаться на черепки или нет. Слушайте, они отвлекаются на черепке. Замечательно. Это сильно поможет. Хм. Да. Конечно, они довольно быстро к ним теряют интерес, но тем не менее. Лечиться заметно проще станет с помощью теплоты, благодаря этому. Единственное, альбарды не очень хорошо в этой битве себя показывают. Да, черепки здесь очень хорошо помогают. Никогда их ранее не использую в этой битве. Но, в общем-то, особо они не требуются. Потому что довольно просто было. Сейчас крысы пожирнели. Еще один. Жаль, что их покупать еще не могу. Бесконечно. Ну, по крайней мере, фармить можно их. Так, надо полечиться. Кидаем черепок. Ставим. Еще один кидаем. Еще один. Еще один. Я надеюсь, что в этом траве все-таки затащу. Что черепков у меня больше не остается. Так, пожалуй, тут придется обычный эстус выпить. Так. Так. Не туда. Не туда. Вот и босс. Отлично. Лечимся. Кидаем черепок. Ищем босса. Ищем босса. Где он? Вот он. Какой из них? А, вон тот вижу. Походу, босс тоже на черепке агрится. Это хорошо. Где он? Только я не вижу сейчас. Прямо передо мной. Ну, слушайте, я, наверное, пока забью на эту битву. Да. Потому что два черепка осталось. Вернусь сюда, когда у меня их будет сотня. И спокойно я пройду. Поэтому, да, на сегодня, наверное, все. Хватит уже. Да, с черепками это будет вообще беспроблемно. Сейчас особого смысла я не вижу пытаться пройти это. Можно, конечно, но, в принципе, и так проходимо. Ну, так лениво фармить этих крыс, чтобы босс заспаунился. Так что, да. А кто вообще их продает? Кошка, что ли? Либо пока кошка не начнет их продавать. В общем, пока оставим эту затею с этой локации. Не знаю, куда мы дальше пойдем, кстати говоря. Сюда, может быть? Скорее, сюда пойдем в Туманный лес. Кстати, сейчас я покажу, как Туманный лес выглядит с этим решейдом. Он выглядит читерно, потому что решейд позволяет видеть все гораздо дальше. Поэтому этот фильтр я отключу, когда буду проходить. Ну, видите, даже деревья все видны. Насчет персонажей невидимых не уверен, но значительно легче становится. Да и выглядит не особо красиво. Так что, да, будем без него играть. Это, как так называется? МХАУ. Да. В других местах он себя лучше как-то показывает. В общем, все, что туманно, он не учитывает, к сожалению. Ну, на то это и фильтры, а не технологии, которые вставлены в игру. Ну, в общем, ладно. Неплохо сегодня. Прошли локацию, земляной пик. Победили мифу. В общем-то, да. Думал, гораздо сложнее будет. Ай, надо еще себя привести в человеческий вид. Кстати, интересно, кому эта статуя посвящена? Возможно... А как звали? Младшую дочь этого гвина. Из головы вылетела. Элеонора? Нет, не Элеонора. В общем, которая в руках держит яйцо. Здесь она, правда, держит цветы, но цветы тематически с ней связаны. В общем, моя ставка, что это она. В упор не помню, как ее зовут. Там что-то похожее на Гвинвер, но немножко другое. Вроде. Ладно, не важно. Не вспомню ее. В общем-то, да. В следующий раз отправимся, наверное, сюда. Благодарю за просмотр. Увидимся с вами в следующий раз. Всем хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok